Ну, рассказывайте, Егор Петрович, что у вас дома делается? Ничего не делается. Что нового? Ничего. Всё старое, что было в прошлом году, то и теперь. Моя старая галка Маман все ещё лепещет про женскую эмансипацию. Одним глазом смотрит в могилу, а другим ищет в своих умных книжках зарю новой жизни. Соня по-прежнему читает умные книжки и пишет очень умный дневник. А Саша? А профессора, к сожалению, ещё не съела моль. По-прежнему от утра до глубокой ночи сидит у себя в кабинете и пишет. Бедная бумага. Ну, ну вот. Вообще, при моей наблюдательности, мне бы роман писать. Сюжет так и просится на бумагу. Отставной профессор, старый сухарь, учёная в облах. Подагра, ревматизм, мигрень, печёнка и всякие штуки. Ревнивка Котелла. Живёт по неволе в имении своей первой жены, потому что в городе жить ему не по карману. Вечно жалуется на свои несчастья, хотя в то же время необыкновенно счастлив. Ну вот. Конечно. Вы только подумайте, какое счастье. Мы не будем говорить о том, что сын простого дичка, бурсак, добился учёных степеней и кафедры, что на его превосходительство, зять-сенаторы и прочее, прочее, но всё это не важно. Вы возьмите вот что. Человек ровно 25 лет читает и пишет об искусстве, ровно ничего не понимая в искусстве. Ровно 25 лет. Он живёт чужие мысли о реализме, тенденции и о другом всяком вздоре. Ровно 25 лет он читает и пишет о том, что умным давно известно, а для глупых неинтересно. Значит, ровно 25 лет он переливает из пустого в порожнее. И в то же время, какой успех, какая известность. За что, почему, по какому праву? Зависть, зависть, зависть. Да, зависть, зависть. А какой успех у женщин? Да ни один дон Жуан не знал такого полного успеха. Его первая жена... Моя сестра. Покойная мать Соня. Прекрасное, кроткое создание. Чистое, как голубое небо. Благородное, великодушное, имевшее поклонников больше, чем он учеников. Любило его так, как могут любить одни только чистые ангелы, таких же чистых и прекрасных, как они сами. Его вторая жена. Красавица, умница. Вышла за него, когда уж он был стар. Соня, отдала ему молодость, красоту, свободу, свой блеск. За что, почему? А ведь какой талант, какая артистка, как чудно играет на рояле. А у Софьи Санны великолепнейший голос, удивительная сопрано. Не слышал ничего подобного даже в Петербурге. Но, знаете, слишком форсирует в верхних нот хедкая жалость. Дайте мне верхние ноты. Дайте мне верхние ноты. Будь эти ноты, ручаюсь вам головой. Из нее получилось бы удивительное, понимаете ли. Вообще, талантливая семья. Редкая семья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ленечка, ты бы лучше надел серенький костюмчик. Этот тебе не к лицу. А, все равно, пустяки. Ленечка, Ленечка, а чего ты такой хмурый? Ну, нельзя же так в свой день рождения. Какой ты нехороший, Ленечка. Поменьше люби, пожалуйста. Вместо этих кислых поцелуев, разных там любящих взглядов, и башмачков для часов, которые ни на кой черт мне не нужны, ты бы лучше просьбы мою исполняла. А чего ты не написала Серебряковой? Ленечке, я написала. Кому ты написала? Сонечке. Я просила ее приехать сегодня непременно-непременно к часу. Честное слово, я написала. Однако уже третий час, а их нет. Вот, видите-ка. Впрочем, как им угодно и не нужно. Все это нужно оставить. Ничего из этого не выйдет. И только унижение. Подлое чувство. И больше ничего. Софья Александровна, на меня и внимания не обращай. Ну? Конечно. Я некрасив, неинтересен. Ничего нет во мне романтического. И если она и выйдет за меня, то только по расчету за день. Ой, некрасив. Ты не можешь о себе понимать. Ну да, точно я слепой. Борода растет и шеи. Не так, как у людей. Гусы какие, черт их знает, нос. Ну что ты все за щеку держишься? Да опять болит под глазом. Да, и припухлый немножко. Давай поцелуй, все пройдет. Глупо. Манюня! Когда же мы есть будем? Уж прийти час. Крестненький, но ведь еще с Серебряковой не приехали. До каких пор ждать, мамочка? Я есть хочу. Вот, Егор Петрович. Хочет, тоже хочет. Ваши приедут? Когда я взял из дома, Елена Андреевна одевалась. Значит, наверное, будут. Но, наверное, еще сказать нельзя. Вдруг у нашего генерала подагра или каприз какой-то. Вот и останутся. Серебряковой не приехали. Федора Ивановича нет. Леший тоже не приехал. Забыли нас. В таком случае давайте есть. Что же ждать? Пожалуйста, закусить, господа. Милости просить. Крестненький, выпейте водки. Водки? Самую малость. Да? Давайте, я налью. Смотрите. Наливаю, наливаю. Вот так, Наташа. А какое у вас превосходное хозяйство, Юлия Степановна. Вот еду ли я по вашему полю, гуляю ли под теми этого сада, смотрю ли на этот стул, везде вижу могучую власть ваши волшебные русские. За ваше здоровье. Ой, неприятностей много, Илья Ильич. Вот вчера, например, Назарка не загнал индюшат в сарайчик. Ночевали они в саду на росе. Сегодня пять индюшат издохло. Это нельзя, индюшка птица нежная. Вафля, отрежь-ка мне ветчину. С особенным удовольствием. Прекрасная ветчина. Одно из волшеб с тысячей одной ночи. Я тебе, Жорзенька, отрежу по всем правилам искусства. Бетховен и Шекспир не умели так резать. Так вот, ножик-то тупой. Стоп, Вафля, не могу этого. Виноват, господа. Мне нужно сказать Юле два слова. Пошли к ним, Верховола. Напиши, что если им нельзя сейчас приехать, то что хоть к обеду. Не будь дурой, не срами меня, пиши пограмотней. Ехать пишется через ять. Пожалуйста, мой друг. Хорошо. А говорят, что супруга противник. И вот, как бы, я не знаю, что профессора Елена Андреевна, которая, я не имею чести знать, отличается красотой своих не только душевных, но и внешних качеств. Чудешная парня, чудешная. Она верна своему профессору? К сожалению, да. Почему же к сожалению? Потому что это верность фальшива от начала до конца. И у нее много риторики, но нет логики. Изменить старому мужу, которого терпеть не можешь, это безнравственно. Стараться же заглушить себе бедную молодость и живое чувство, это не безнравственно. Где же тут, черт возьми, логика? Жорженька, я не люблю, когда ты это говоришь. Ну вот, право, я даже дрожу. Господа, я не обладаю талантом и цветами красноречия, но позвольте мне сказать вам по совести. Господа, кто изменяет жене или мужу, тот, значит, неверный человек, тот может изменить и отечество. Заткни фонтан. Позвольте, Жорженька. Иван Иванович, Ленечка, милые вы мои друзья, возьмите вы во внимание коловратность моей судьбы. Это не секрет и не покрыто мраком неизвестности, что жена моя бежала от меня на другой день после свадьбы с любимым человеком по причине моей непривлекательной наружности. И превосходно поступила. Позвольте, господа, после того инцидента я долго своего не нарушал. Я ее до сих пор люблю. И верен ей, помогает, чем могу. И имущество свое завещал ее деточкам, которых она прижила с любимым человеком. Я долго не нарушал. И горшусь. Я горд. Счастья я лишился, но у меня осталась гордость. А она молодость прошла, красота под влиянием законов природы поблекла, любимый человек скончался с царством и небесным. Что же у нее-то осталось? Я вам серьезно, господа, вы смеете. Человек ты добрый, прекрасна тебя душа. Вот только очень длинно говоришь и руками махаешь. Здорово, ребята! О-о-о-о! Ва-о-о! Идюша! Сыночек мой! Родите! Приятного вам аппетита, хлеб-то-соль. Поздравляю с днем рождения. Расти большое. Ну, где ты шатался? Нельзя ж так опаздывать. Жарко, водки выпить надо. Сыночек мой, душа ты моя, борода ты моя, великолепная, красавец, ведь красавец, господа. А Серебряковых-то нет? Нет. Не приехал. А Юля где? Не знаю, что она там застряла. Рабушу пирог подавать. Сейчас я ее позову. Аленечка наш новорожденный, сегодня что-то не в духе, а в угрюм. Просто скотина. Да, ничего не поделаешь, нервы расстроены, нервы. Ну, самолюбив очень от того и нервы. Вот скажите при нем, что вот эта селедка хороша. Ну, сейчас же обидится. Почему не его похвалили? Дринцо порядочное. Вот, кстати, он идет. Здравствуй, Феденька. Кушай, Душечка. Крестники. Крестники. Посмотрите, какой я сегодня своему брату подарок подарила. Душа ты моя. Башмачок. Какая штука. Одной золотой канители на восемь с полтинной пошло. Вот посмотрите, а вот здесь вот по краям жемчужинки, жемчужинки, жемчужинки. А вот здесь вот буквы Л, Ж. Л, Ж. Это Леонид Желтухин. А вот здесь вот шелком. Кого люблю, того дарю. Позвольте мне взглянуть. Пожалуйста. Вон шелком. Усветительно. Да бросьте вы это. Будет вам. Юля, велико подать шампанского. Феденька, это вечером. Ну вот еще, вечером. Валяй сейчас. А то уйду. Я, честное слово, уйду. Где она у тебя стоит? Я сам пойду возьму. Вот всегда ты, Федя, в хозяйстве беспорядки делаешь. Василий. Василий. Вот ключ. Шампанское в кладовке возле кулька с изюмом в корзине. В углу. Ну только смотри, не разбей. Чего не будет. Василий, три бутылки. Не выйдет из тебя, Феденька, хорошего хозяина. Кушайте, господа. Кушайте, господа. Обед еще не скоро. В шестом часу. Кушайте, господа. Ничего из тебя, Феденька, не выйдет. Потому что Феденька пропащий ты человек. Как в людях мало так-то. Живет с профессоршей, не может скрыть этого. Кто? Да вот Джордж. Так ее расхваливал сейчас, когда тебя не было, что даже неприлично. Откуда ты знаешь, что он с ней живет? Точно я слепой. Весь уезд говорит об этом. Вздор. Пока с ней никто не живет. Но скоро буду жить я. Понимаешь? Саша. Здравствуй, голубушка. Здравствуй, матушка. Ну, живи, здоров. Слава Богу. А ты? Ты ничего, молодцом. Очень рад тебя видеть. Давно приехал? Пятница в пятницу. Мария Васильевна, как вызволите пожевать ваше происходительство? Дорогой мой. Крестненький. Сонечка, душа ты моя. Кинореечка ты моя. Лицо по-прежнему добренькое, сентиментальное, сладенькое. Подрослела, похорошела душа моя. Ну, как вы тут вообще что, здоровы? Страсть, как здоровы? Ну, молодчина, крестненький. Слона-то я и не приметила. Загорел, оброс. Настоящий паук. Милая. Ну, как живешь, Куб? Да понемножку. Ты как? А что мне делать, заживу? Вот сыну имение отдал, дочек за хороших людей повыдал. И теперь свободней меня нет человека. Знай себе гулять. Ваше превосходительство изволили несколько опознательцев. В пироге уже значительно понизилась температура. Позвольте представиться. Илья Ильич Дядин. Или, как некоторые весьма остроумно выражаются, по причине моего ревого лица, вафля. Очень приятно. Ваше превосходительство, мадам. Мадемуазель. Тут все мои друзья ваши превосходительства. Когда-то я имел большое состояние. Мы по домашним обстоятельствам, или как выражается в умственных центрах, по причинам от редакции независимых, должен был уступить свою часть родному моему брату, который по одному несчастному случаю лишился 70 тысяч казенных денег. Моя профессия эксплуатация бурных стихий. Заставляю бурные волны вращать колеса мельницы, которые я арендую у моего друга Леша. Заткни фонтан, ваф. Всегда благоговейно преклоняюсь перед научными светилами, украшающими наш отечественный горизонт. Простите мне дерзость, с какой я мечтаю нанести визит вашему превосходительству и усладить душу беседой о последних выводах науки. Прошу покорно, буду рад. Сан Владимирович, Мария Васильевна, пожалуйте к столу. Сан Владимирович, Мария Васильевна, пожалуйте. Ну, Квёшненьки, рассказывайте, где вы зиму проводили? Куда исчезали? В Лондоне был, в Париже, в Лондоне, в Ницце была, дочь моя. Хорошо, счастливчик. Поедем со мной осенью, хочешь? Не искушай меня без нужды. Не пой за завтраком, а то у твоего мужа жена будет дура. А теперь любопытно было бы взглянуть на этот столб Афольду Азос, высоты птичьего полета. Какой восхитительный букет. Сочетание грации, красоты, глубокой учености. Какой восхитительный язык. Черт знает, что такое. Говоришь, ты точно тебя кто по спине рубанком водит. КОНЕЦЕЙСКИНЫ Что? О, ты, Сонечка, пустая. Замуж, не вышла? Помилуйте, за кого я замуж идти? Гомбольд уж умер, Эдисон в Америке. Лассаль тоже умер. На мене на столе нашёл её дневник. Раскрываю, читаю. Нет, я никогда никого не полюблю, ибо любовь — это эгоистическое влечение моего я к объекту другого пола. И чёрт знает чего, только там нет. Трансцендентально. Кульминационный пункт интегрирующего начала. Тьфу! Кто бы другой иронизировал, да не ты. А чёрт ты сертишься? Если ты ещё скажешь хоть одно слово, то кому-нибудь из нас двоих придётся уехать домой. Сонечка, я или ты? Сонечка, я в Софии. Сонечка, ну что это такое? Я в Софии. Да, характер. Да, характер. Довожу я лапу. Ну, дай лапу. Мир и согласие. Не буду больше. Зачем я не художник? Какая чудная группа. Триша, сыночки мои, грязные. Соморожденным. Здравствуйте, Юлечка. Какая вы сегодня хорошенькая. Крёстенький, Софья Александровна. Ну, можно ли так поздно приезжать? Где ты был? У больного. А пирог давно уже простыл. Ничего, Юлечка, я и холодного поем. А где же мне сесть? Садитесь сюда. Великолепная сегодня погода и аппетит у меня адский. Благодарю. Постойте, постойте, я водки выпью. С новорожденным. А пирожком закушаю. Юлечка, поцелуйте этот пирожок, он станет вкуснее. Это восхитительно. Мерси, Мерси, Юлечка. Ну, как пожелаете, Крёстенький? Давно не видел вас. Да, давненько не видались. Я с границей был. Слышал, слышал. Позавидовал вам. Ну, Фёдор, а ты как живёшь? Да ничего. Вашими молитвами, как столбами подпираемся. Да? Дела твои как? Я не могу пожаловаться. Живём. Только вот, братец-то мой, езды много, замучился. Отсюда на Кавказ, с Кавказа сюда, отсюда опять на Кавказ. Так и скачешь, как у горелой. Ведь у меня там двоимение. Да, я знаю. Колонизацией занимаюсь и ловлю тарантулов и скорпионов. Дела вообще идут хорошо. Но насчёт уимитись, волнения, страсти, всё обстоит по-прежнему. Ну, влюблён, конечно. По этому случаю, Леший, надо выпить. Господа, господа, никогда не влюбляйтесь в замужних женщин. Честное слово, Рудыч, лучше быть раненым в плечо и в ногу на вылет, как ваш покорный слуга, чем любить замужнюю. Такая беда. Ну, просто. Безнадёжно. Ну, вот ещё. Безнадёжно. На этом свете нет ничего безнадёжного. Безнадёжно, несчастная любовь. Ох, ах, всё это баловство. О, важно только хотеть. Вот захотел я, чтобы ружьё моё не давало осечки, оно и не даёт. Захотел я, чтобы барыня меня полюбила, она и полюбит. Так-то, брат Соня, уж если я какую-то намечу, то кажется, легче ей на луну вскочить, чем от меня уйти. О, какой ты, однако, страшный. От меня не уйдёшь, нет. Я с ней не сказал ещё и трёх фраз, а она уж в моей власти. Я только сказал, сударыня, всякий раз, как вы взгляните на какое-нибудь окно, вы должны вспомнить обо мне. Я хочу этого. Стало быть, вспоминает она обо мне тысячу раз в день. Мало того, я каждый день бомбардирую её письмами. Письма – это ненадёжный приём. Она получает их, но может не читать. Вы думаете, господа, живу я на этом свете 35 лет, а что-то не встречал таких феноменальных женщин, у которых хватало б мужества не распечатать письмо. Ха-ха-ха, как он, как он, сыночек мой красавец. И я таким был, точь-точь таким, он только на войне не был. А вот купил ей деньги, бокал, страшное дело. Люблю я её, Миша, серьёзно, аспицки. Вот, кажется, пожелала бы она, и я отдал ей всё. Увёз бы её к себе на Кавказ, и жили бы мы припеваючи. Я, Елена Андреевна, сторожил бы её, как верный пёс. И была бы она для меня, ну, вот как поёт наш предводитель, И будешь ты царицей мира, подруга верная моя. Не знает она своего счастья. Ну, и кто же это счастливится? Это много будешь знать, составишься скоро. Ну, ладно, довольны. Об этом теперь начнём и с другой оперы. Ваша! Как-то раз, помню, праздновали мы вот так же, вот Лёнин день рождения. Ехал я отсюда домой верхом. На правой руке у меня сидела Соня, она левая Юля. И обе за мою бороду держались. Господа, выпьем за здоровье друзей юности моей Сони и Юлию. Это восхитительно! Как-то раз пьянствовал я с одним турецким пашоев, в трапезонде. Вот он меня и спрашивает. Господа, выпьем то за отличное отношение. Виват, дружба, в жире мя! Стоп, стоп, стоп. Стоп, Соня, прошу внимания. Держу, чёрт меня, возьми пари. Кладу на стол вот 300 рублей. Пойдём после завтрака на крокеты, я держу пари, что в один раз пройду все ворота и обратно. Принимаю только у меня 300 рублей. А если проиграешь, споёшь мне 40 раз подряд. Это восхитительно! Какая это птица летит? Это ястреб. Господа, за здоровье ястреба! Закатилась наша, ты что? Софи, это неприлично! Ты до чего? Виноват, господа! Виноват, сейчас кончу! Это вызывается из ума смеяться! Не только пояс, покажи, сейчас же захохочут! Соня, Соня! Ну, будет вам! Леонид Степан, позвольте мне встать! Сделать одолжение, пожалуйста! Ну, отче Михаиле, поел, попил, теперь ещё и знай, пора ехать! Куда это? Да, к больному! Обратила меня моя медицина, как постыла их жена, как длинная зима! Позвольте! Однако ведь медицина ваша профессия? Дело, так сказать... У него другая есть профессия! Он на своей земле торф копает! Что? Торф! Один инженер вычислил, как дважды два, что его земля лежит торфу на 720 тысяч! Не шутите! А я копаю торф не для денег! А для чего же вы копаете? Для чего я его копаю? Для зубного порошка! Мне нравится этот вопрос, для чего я его копаю! А для того, чтобы вы не рубили лесов! А чего же их не рубить? Если послушать вас, то леса только для того и существуют, чтобы в них аукались парни и девки! Ну, я этого никогда не говорил! И все, что до сих пор имел честь слышать от вас в защиту лесов, все сторонне, серьезно и тенденциозно! Извините, я сужу неголословно, я почти наизусть знаю все ваши защитительные речи! Например! Вы, о, люди, истребляете леса, а они украшают землю! Они учат человека понимать прекрасно и внушают ему величавое настроение! Леса смягчают суровый климат! Там, где мягче климат, тратится меньше сил на борьбу с природой, потому там мягче и нежнее человек! Странно, где климат мягок! Люди красивы, гибки, легко возбудимы, речь их изящна, движение грациозное, у них предоставят науки, искусство, философия и так далее, и так далее, и так далее! Все это очень мило! Но так малоубедительно, что уж позвольте мне продолжать топить печи дровами и строить сарай из дерева! Рубить леса из нужды можно, но пора перестать истреблять их! Все русские леса трещат от топоров, гибнут миллиарды деревьев, обустошаются жилища зверей и птиц, мелеют и сохнут реки, исчезают безвозвратно чудные пейзажи, и все от того, что у ленивого человека не хватает смысла нагнуться и поднять с земли топливо! Надо быть безрассудным варваром, чтобы сжечь в своей печке эту красоту, разрушать то, чего мы не можем создать! Человеку даны разум и творческая сила, чтобы приумножать то, что ему дано, но до сих пор он не творил, а только разрушал! Лесов-то все меньше и меньше, реки сохнут, дичь перевелась, климат испорчен, и с каждым днем земля становится все беднее и безобразнее! Вот вы глядите на меня с иронией, и все, что я говорю, кажется вам старым и несерьезным, а когда я прохожу мимо крестьянских лесов, которые я спас от порубки, или когда я слышу, как шумит мой молодой лес, посаженный вот этими руками, я осознаю, что климат немножко и в моей власти. И что если через тысячу лет человек будет счастлив, то я в этом немножко буду виноват. Когда я сажаю березку и слышу потом, как шумит молодая листва, моя душа проникается сознанием, что я помогаю Богу создавать организм. Твое здоровье, леший! Ну, все это прекрасно, но если глянуть на дело не с филитонной точки зрения, а вот с научной... Дядя Шорж, у тебя язык покрыт ржавчиной, замолчай. В самом деле, Егор Петрович, убедительно прошу вас, не будем никогда говорить ни о лесах, ни о медицине. Не знаю почему, но когда вы заводите об этом речь, то у меня потом весь день бывает такое чувство, будто я пообедал из нелуженой посуды. А потом приезжайте все ко мне. Вечером на озере рыбную ловлю устроим. У меня хорошо, господа, хорошо. Сидишь у тебя на озере в лодке. Одно небо со звездами наверху, другое отражается внизу. Два неба, две луны, даже жутко. Честь имею кланяться. Узкий человек. Всем позволительно говорить глупости, но я не люблю, когда их говорят с пафосом. О, бабушка, что с вами? Забыла я сказать вам, Александр. Потеряла память. Сегодня я получила письмо из Харькова, Павел Васильевича. Вам кланяется. Благодарю, благодарю. Прислал свою новую брощуру и просил показать вам. Интересно. Интересно, но как-то странно. Опровергает то, что семь лет тому назад сам же защищал. Это очень-очень типично. Для нашего времени. Никогда еще с такой легкостью не изменяли своим убеждением, как теперь. Это ужасно. Еще нет ужасного. Кушайте маман карасей. Но я хочу говорить. Мы уже 50 лет говорим о направлениях и лагерях. Пора бы и кончить. Тебе почему-то неприятно слушать, когда я говорю. Прости, Жорж, но в последний год ты так изменился, что я тебя совершенно не узнаю. Ты был человеком определенных убеждений, светлой личностью. О, да, я был светлой личностью, от которой никому не было светло. Я был светлой личностью. Нельзя сострить, ядовить. Теперь мне 47 лет. До прошлого года я так же, как и вы, старался нарочно оттуманить свои глаза всякими отвлеченностями и схоластикой, чтобы не видеть настоящей жизни. И думал, что делаю хорошо. А теперь? Если бы вы знали, каким большим дураком я окажусь в себе за то, что так глупо проворонил время, когда мог иметь всё, в чём отказывает мне теперь моя старость. Пошли. Ты, Жорж, точно обвиняешь в чём-то свои прежние убеждения. Довольно, папа. Довольно, искусно. Постой. Ты точно обвиняешь в чём-то свои прежние убеждения. Но виноваты не они. А ты сам. По памяти. Забыла я вам, Александра, напомнить, чтобы вы перед завтраком приняли капли. Не надо. Привезла их, а напомнить забыла. Не надо. Но ведь вы больны. Вы очень больны, Александр. Зачем же ты болен тебе об этом? Стар, болен, стар, болен, только и слышишь. Леонид Степанович, позвольте мне уйти в комнаты. Здесь немного жарко и кусают комары. Сделайте такое одолжение. Завтра кончится. Благодарю вас. Сходи за профессором. Неловко. Ну, что ты бы его взял? Ой. Юля Степановна, позвольте вас поблагодарить от глубинной души. Не за что, не за что, Илья Ильич, вы все так мало кушаете. Не за что, не за что, господа, вы все так мало нечете. Ну, господа, что будем теперь-то делать? Пойдем после завтрака на крохе, пари держать, А потом... А потом обед. Ну и превосходно. Так позвольте же, господа, значит, мы сейчас все пойдем на крокет пари держать. Потом пораньше пообедаем у Юли, и до часов шесть поедем к Леш. То есть к Михаилу Львовичу. Отлично. Пойдемте, Юлечка, за шарами. Василий! Неси вино на крокет. Будем пить за здоровье победителей. Ну, отче. Пойдем заниматься благородной игрой. Да погоди, роднуля, мне надо с профессора минут 10 поговорить. А то неловко этикет надо собрешти. Ты поиграй моим шаром, а я скоро. Вафля! Пойду слушать ученщик, Вальшан Владимирович. Пить вкушает, он наслаждение. Ты надоел, вафля. Иди. Иду-с. И будешь ты царицей мира, Подруга верная моя. А вы, Жорж, опять вели себя невозможно. Нужно было вам спорить с Александром и Марией Васильевной. Говорить о парпетам моды. Как это мелко. Но если я его ненавижу. Ненавидеть Александра не за что. Он такой же, как и все. Если бы вы могли видеть свое лицо, Свои движения, Какая вам лень жить. Ах, какая лень. Ах, лень и скучно. Все бронят моего мужа при мне. Не стесняясь моим присутствием. Все смотрят на меня с сожалением. Несчастный у нее старый муж. Всем, даже очень добрым людям, Хотелось бы, чтоб я ушла от Александра. Это участие ко мне. Все эти сострадательные взгляды И вздохи сожаления Сводятся к одному. Вот как Сейчас сказал леший. Все вы безрассудно губите леса. И скоро на земле ничего не останется. Вот точно так же Все вы Безрассудно губите человека. И скоро, по вашей милости, На земле не останется Неверности, Нечистоты, Неспособности Жертвовать собой. Почему вы не можете Видеть равнодушно верную жену, Если она не ваша? А потому что прав этот леший. Во всех вас сидит Без разрушения. И вам не жаль ни лесов, ни птиц, ни женщин, ни друг друга. Не люблю я этой философии. И скажите вашему Федору Ивановичу, Что он надоел мне своей наглости. Это противно, наконец. Смотреть мне в глаза И громко при всех Говорить о своей любви Какой-то замужней женщине. Удивительно остроумно. Как однако Мил Этот леший Он бывает у нас часто, Но я застенчива Ни разу не говорила с ним, Как следует не обласкала его. Он подумает, что я злая Или гордая Вероятно, Жорж, Оттого мы с вами такие друзья, Что оба мы Нудные Скучные люди Нудные Не смотрите на меня так Я этого не люблю Могу ли я смотреть на вас иначе Если я люблю вас Вы мое счастье Жизнь Моя молодость Я знаю Шансы мои на взаимность Равны нулю Но мне ничего не нужно Позвольте мне только Глядеть на вас Слышать ваш голос Леночка Где ты? Я здесь Иди посиди с нами Милая 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 Он столько же понимает в медицине, как я в астрономии. Ну, не выписывает же суда для твоей подагры целый медицинский факультет. Я с этим юрогиум и разговаривать не стану. Это как угодно. Мне все равно. Который теперь час? Второй. Соня, дай мне со стола капли. Сейчас. Ах, да не эти. Ну, ни о чем нельзя попросить. Пожалуйста, не капризничай. Может быть, это некоторым и нравится. А меня избавь, сделай милость. Я этого не люблю. У этой девочки невозможный характер. Чего же ты сердишь? И почему ты говоришь таким несчастным тоном? Кто-нибудь подумает, что ты в самом деле несчастлив? А на свете мало таких счастливых, как ты. Я очень, очень счастлив. Разумеется, счастлив. А если подагра? Так ведь ты отлично знаешь, что к утру припадок кончится. Ну, что ж тут стонать? Экая важность. На дворе гроза собирается. Вон она как. Елена и Соня, идите спать. Я пришел вас сменить. Нет, нет, не оставляйте меня с ним, нет. Он меня заговорит. Надо дать им покой, они в другую ночь не спят. Пусть идут спать. Ну, и ты уходи, благодарю. Умоляю тебя, во имя нашей прежней дружбы, не протестуй. После поговорим. Прежней нашей дружбы. Это, признаю, для меня новость. Замолчите, Жорж. Дорогая моя, умоляю тебя, не оставляй меня, если он меня заговорит. Ну, это становится даже смешно. А вот и доктор приехал. Они в столовой. Здесь. Пожалуйста, сверить и убрать твою лошадь. Ух, какова погода-то. За мной гнался дождь, я едва ушел от него. Что? Да. Здравствуйте. Ну, здравствуйте. Извините, вас побеспокоить. Я этого вовсе не хотел. Полните, что за важность. А что это вы вздумали, Александр Владимирович? Как вам не стыдно хворать? Нехорошо. А чего это обыкновенные врачи говорят с больными с нисходительным тоном? А вы не будьте наблюдательны. Пойдемте в постель. Здесь вам неудобно, а в постели будет теплее и покойнее. Пойдемте. Я вас там выслушаю, и все будет прекрасно. Слушайся, Саша. Иди. Ну, если вам больно ходить, снесем вас в кресле. Нет, я могу. Я сам пойду. Только напрасно вас побеспокоили. Потому что я не очень-то верю в аптеку. Что вы меня ведете? Я и сам могу. Я измучилась с ним. Едва на ногах стою. Вы с ним, а я самим с собою. Вот уж третью ночь не сплю. Неблагополучно в этом доме. Ваша мать ненавидит все, кроме своих брошюр и профессора. Профессор раздражен, мне не верит, вас боится. Соня злится на отца и не говорит со мной. Вы ненавидите мужа и открыто презираете свою мать. Я нудная. И сегодня раз в двадцать принималась в плак. Словом, война всех против всех. Спрашивается, какой смысл в этой войне? Почему она? Остави философу. Жорж, вы образованные, умные, кажется, должны понимать, что мир гибнет не от разбойников и не от воров, а от скрытой ненависти. От вражды между хорошими людьми. От всех этих мелких дряз, которые не видят люди. Помогите мне мирить всех, одна я не в силах. Сначала помирите меня с самим собою, дорогая моя. Оставьте. Уходите. Днём и ночью точно домовой душит меня мысль, что жизнь моя потеряна безвозвратно. Прошлого нет. Оно глупо израсходно на пустяки, а настоящее ужасно по своей нелепости. Вот вам моя жизнь и любовь. Куда мне их девать, что мне из них делать? Чувство моё гибнет даром, как луч солнца, попавший в яму. И сам я гиб. Когда вы мне говорите о своей любви, я как-то тупею и не знаю, что говорить. Простите, я ничего не могу сказать вам. Спокойной ночи. Ис, вы знали, как я страдаю от мысли, что рядом со мной в этом же доме гибнет другая жизнь. Ваша! Чего вы ждёте? Какая проклятая философия мешает вам? Поймите же, что высшая нравственность заключается не в том, что вы на свою молодость надели колодки и стараетесь заглушить в себе жажду жизни. Жажду вы пьяны! Может быть, может быть, всё, может быть, всё, всё, всё. Фёдор Иванович, у вас? Да, он меня ночует. Всё может быть, всё, всё. И сегодня кутили. К чему это? Вы всё-таки на жизнь похожи. Не мешайте мне, Лен. Раньше вы никогда не пили и никогда так много не говорили со мной, как теперь. К чему это? Не мешайте мне, Лена. Идите спать. Мне с вами скучно. И скажите вашему другу Фёдору Ивановичу, что если он не перестанет мне надоедать, то я приму меры. Идите. Дорогая моя, чудная. Елена Андреевна, вас Александр Владимирович просит. Сию минуту. У вас нет ничего святого. Вы и эта милая барыня, что сейчас вышла, вспомнили бы, что её муж был когда-то мужем вашей родной сестры. И что с вами под одной кровлей живёт молодая девушка. О вашем романе уже говорит вся губерния. Какое бесстыдство. Ушла. Десять лет тому назад я встречал её покойной сестры. Тогда я была семнадцать, мне тридцать семь. А чего я тогда не влюбился в неё, не сделая ей предложение? Было так возможно. И была бы теперь она моей женой. Какие чудные мысли, как хорошо. Я даже смеюсь. Зачем она меня не понимает? Зачем я так дурно создан? Зачем? Вы одни здесь? Дам, нет? А меня гроза разбудила. Важный дождик. Который теперь час? А чёрт узнает. А мне как будто послышался голос Елены Андреевны. Сейчас она была здесь. Да. Роскошная женщина. Да. Роскошная женщина. А что это? Что это? Мясные лепёшки? Господи, боже мой. Что, профессор, болен, что ли? Болен. Не понимаю я такого существования. Говорят, древние греки бросали слабых и хилых детей в пропасть с горы Монблан. Вот таких бы надо бросать. Не с Монблана, а с Торпейской скалы. Какое грубое невежество. Господи. Ну, со скалы так со скалы. Чёрт ли в том-то. А чё ты такой печальный? Профессора жаль, что ли? Оставь меня. А ты, может, в профессор, что влюблён? Ну, что ж, вздыхай, это можно. Только слушай, если вот в слухах, что по уезду ходят, есть хоть одна сотая доля правды, и если я узнаю об этом, то не прости милости, сброшу тебя с Торпейской скалы. Она мой друг. Уже. Что значит это уже? А женщина может быть другом мужчины только под таким условием. Сначала приятель, потом любовница, а затем уж друг. Пошляческая философия. По этому случаю надо выпить. Пойдём, выпьем. У меня там шартресс остался. А как расцветёт, поедем ко мне. Идёть? У меня есть приказчик Лука. Он никогда не скажет, идёт. А идёть. Мошенник страшный. Так идёть. Ну, ой. Батюшки Света, извините, я без галстука. А ты, дядя Жорж, опять пил шампанское с Федей, катался на тройке, подружились, ясны соколы. Ну, тот-то уж отпетый. Родился путилой. А ты-то с чего? В твои годы совсем не к лицу. Ну, года тут ни при чём. Когда нет настоящей жизни, то живут миражами. Это всё-таки лучше, чем ничего. Сено у нас не убрано. Герасим сегодня сказал, что оно сгниёт от дождя. А ты, дядя, занимаешься миражами. Дядя, у тебя на глазах слёзы. Ну, что ты, что ты, что ты? Какие слёзы? Вздор. Тихо, слёз нет. Ничего нет. Ты сейчас взглянул на меня? Как твоя покойная мать. Милая моя. Сестра моя. Милая сестра моя. Где она теперь? Или слепа она знала? Что? Что знала, дядя? Что знала? Тяжело и хорошо. Ничего, ничего, ничего. Ничего. После. Ничего. Я уйду. Ваш батюшка совсем не хочет слушаться. Я ему говорю, подагра, а он ревматизм. Я его прошу лежать, а он сидит. Нервы? Избалован. Положите вашу шапку. Дайте дождю кончиться. Хотите закусить? Пожалуй, дайте. Я люблю по ночам закусывать. В буфете, кажется, что-то есть. Разве ему доктор нужен? Ему нужно, чтобы около него сидела дюжина дам. Заглядывала бы ему в глаза и стонала. Профессор. Вот, берите сыр. Таким тоном не говорят о родном отце. Я согласен, он тяжелый человек, но если сравнить его с другими, то все эти дяди Жоржи и Ивана Ивановича не стоят ему мизинца. Вот бутылка. С чем-то. Я вам не об отце, а о великом человеке отца я люблю. А великие люди с их китайскими церемониями мне наскучили. Дождь-то какой! Вот. Гроза идет мимо, только краю захватит. Пейте. Сто лет вам жить. Вы сердитесь на нас за то, что мы побеспокоили вас ночью. Напротив. Если бы вы меня не позвали, я бы теперь спал. А видеть вас наяву гораздо приятнее, чем во сне. Да, отчего же вас такое сердитое лицо? От того, что я сердит. Здесь никого нет, и можно говорить прямо. С каким бы удовольствием, Софья Александровна, я увез бы вас отсюда сию минуту. Ну, не могу я дышать этим вашим воздухом. И мне кажется, он отравляет вас. Ваш отец, который ушел весь в свою подагру и в книге, и знать больше ничего не хочет. Этот дядя Жорж, наконец, ваша мачеха. Что мачеха? Мачеха. Ну, нельзя, нельзя, нельзя обо всем говорить, Софья Александровна. Великолепная моя, я многого не понимаю в людях, но в человеке должно быть прекрасно все. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. Часто я вижу прекрасное лицо и такую одежду, что голова кружится от восторга. Но душа и мысли, боже, боже мой. В красивой оболочке прячется иногда душа такая черная, что не затрешь ее никакими белилами. Простите меня, я волнуюсь, ведь вы мне бесконечно дороги. Буранеда. Ничего. Бывает, что идешь темной ночью по лесу, и если в это время светит вдали огонек, то на душе почему-то так хорошо, что не замечаешь ни утомления, ни потемок, ни колючих веток, которые бьют тебя прямо в лицо. Я работаю от утра до глубокой ночи. Зиму и лето не знаю покою, воюю с теми, кто меня не понимает, страдаю, страдаю иногда невыносимо. Но вот, наконец, я нашел свой огонек. я не буду хвастать, что люблю вас больше всего на свете. Любовь у меня не все в жизни. Она моя награда, моя хорошая, славная. Нет награды выше для того, кто работает, борется, страдает. Виновата, Михаил Вилович, один вопрос. Да? Говорите. Вот вы часто бываете у нас, я тоже иногда бываю у вас со своими. Сознайте, что вы себе этого никак не можете простить. То есть? То есть, я хочу сказать, что ваше демократическое чувство оскорблено тем, что вы коротко знакомы с нами. Я институтка, Елена Андреевна, аристократка, одеваемся мы по моде, а вы демократ. Ну, не будем говорить об этом не время. Главное, что вы сами копаете торф и сажаете лес. Это как-то странно. Одним словом, вы народник. Ну, демократ, народник, Сольфия Александровна, неужели об этом можно говорить серьезно, да еще с дрожью в голосе. Да, серьезно. Да нет. Да нет. А я уверяю вас и клянусь чем угодно, что вот если, если, положим, у меня была бы сестра и вы бы ее полюбили и сделали ей предложение, то вы бы себе этого никогда не простили. Ну, вам было бы стыдно показаться на глаза вашим земским докторам, женщинам, врачам. Стыдно, что полюбили институтку, кисейную барышню, которая не была на курсах, одевается по моде. Знаю я это очень хорошо. Я по вашим глазам вижу, что правда. Ну, одним словом, короче говоря, все эти ваши леса, торф, вышитая сорочка, все рисовка, кривлянья, ложь и больше ничего. За что? Дитя мое, за что вы меня оскорбили? Впрочем, я глупец, так мне и нужно. Не в свои сани не садись. Прощайте. Я, я была резка, я прошу прощения. Если бы вы знали, как здесь у вас тяжело и душно. Среда, где к каждому человеку подходит боком, смотрит на него искоса и ищут в нем народника, психопата, фразера, кого угодно, но только не человека. О, это говорят психопат и рады. это фразер и довольные, точно Америку открыли. А когда меня не понимают и не знают, какой ярлык прилепить к моему лбу, то винят в этом не себя, а меня же и говорят, о, это странный человек. Странный? Вы еще так молоды, а уж стары и рассудительны, как ваш отец или этот дядя Жорж. Я бы нисколько не удивился, если бы вы пригласили меня лечить вас от подагры. Так жить нельзя, нельзя так жить, нельзя! Ну, кто бы и ни был, глядите мне в глаза прямо, ясно, без задних мыслей, без программы. Ищите во мне прежде всего человека, иначе в ваших отношениях к людям никогда не будет мира. прощайте и попомните мое слово с такими хитрыми и подозрительными глазами, как у вас. Вы никогда не полюбите. Неправда. Правда. Неправда. Правда. Неправда. Вот назло же вам. Я люблю. Я люблю, и мне больно. Мне больно. Оставьте меня. Уходите, умоляю, и не бывайте у нас. Не бывайте. честь имею, кланяйте. Разозлился. Оставься. Нет, 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 Нет. Не дай бог иметь такой характер какого-то человека. Ну, он, он прекрасно говорит, а кто мне поручится, что это не фразерство. Он постоянно говорит и думает только о своих лесах, сажает деревья. Ну, это хорошо, но ведь очень может быть, что это психопатия. ничего не понимаю. Учился на медицинском факультете, занимается совсем не медициной. не медицинском факультете. Господи, Господи, это все странно. Странно, Господи, помоги мне и все это обдумать. Прошла гроза. Какой хороший воздух. Где Реший? Ушел. Софи. Что? До каких пор вы будете дуться на меня? Друг другу мы не сделали никакого зла. Так зачем же нам быть врагами? Полноте. Я сама хотела. Милая. Отлично. Отлично. Папа лег? Нет. Сидит в гостиной. Не говорим мы друг с другом. По целому месяцу. Пол знает из-за чего. Что это? Леший ужинал. И вино есть. Давайте выпьем брудершафт. Давайте. Из одной рюмки. Это к лучшей. Ну, значит, ты. 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 Я сама хотела мириться. Да все как-то совестно было. А что? Плачешь? Нет, нет, нет. Ничего. Ничего. Полно. Полно. Вот чудачка. Я через тебя заплакаю. Ты сердитый на меня за то, что я будто вышла за твоего отца по расчету. Если веришь клятвам, то клянусь тебе, я выходила за него по любви. Я увлеклась им, как ученым, известным человеком. Любовь была не настоящая, искусственная. Но мне казалось тогда, что она настоящая. Я не виновата. А ты с самой нашей свадьбой казнила меня своими хитрыми, подозрительными глазами. Ну, мир, мир забудем. Я уж второй раз сегодня слышу, что у меня хитрые и подозрительные глаза. Не надо смотреть так хитро. К тебе это не идет. Надо всем верить, иначе жить нельзя. Пуганая ворона куста боится. Мне так часто приходилось разочаровываться. В ком? Отец твой честный человек, труженик. Ты сегодня попрекнула его счастьем. Если он в самом деле был счастлив, то за трудами своими он не замечал этого своего счастья. Я умышленно не сделала зла ни отцу, ни тебе. Дядя твой Жорж очень добрый, честный, но неудовлетворенный. Несчастный человек. Ты кому не веришь? Скажи мне по совести, как другу. Ты счастлива? Нет. Ну, я это знала. Еще один вопрос. Скажи откровенно, тебе хотелось бы, чтобы у тебя был молодой муж? Ой, какая ты еще девочка. Ну, конечно, хотелось бы. Ну, ну, спроси. Спроси еще что-нибудь. Спроси. Тебе Лешие нравится? Да. У меня глупое лицо, да? Вот он ушел, а я все еще слышу его голос и шаги. А посмотрю на темное окно, там мне представляется его лицо. Дай мне высказаться. Нет, я не могу говорить так громко, мне стыдно. Пойдем ко мне в комнату, там поговорим. Я тебе кажусь глупой. Сознайся. Он хороший человек? Очень. А мне кажутся странными его леса и торф. Я не понимаю. Да разве в лесах дело? Милая моя, пойми, ведь это талант. А ты знаешь, что значит талант? Смелость. Свободная голова, широкий размах. Посадят деревцо, или выкопает какой-нибудь пуд торфа и уже загадывает, что будет из этого через тысячу лет. Уж снится ему счастье человечества. Такие люди дороги. Их любить надо. Дай вам Бог. Вы оба чистые, честные, смелые люди. Он взбалмошный. Ты умная, рассудительная. Будете отлично дополнять друг друга. А я... ...нудная. Эпизодическое лицо. И в музыке, и в доме мужа, и во всех ваших романах я была только эпизодическим лицом. Собственно говоря, Соня, если вдуматься, то, вероятно, я очень, очень несчастна. Нет мне счастья на этом свете. Нет. Ты что смеёшься? Я так счастлива. Как я счастлива. В самом деле. Как я не счастлива. Я счастлива. Мне хочется играть. Я бы теперь сыграла что-нибудь. Сыграй. Я не могу спать. Сыграй. Сейчас. Сейчас. Твой отец не спит. Когда он нездоров, его раздражает музыка. Пойди спроси. Если он ничего, то сыграю. Пойди. 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 Сейчас буду играть и плакать. Как дух. Нельзя. Сказать. Продолжение следует...